Здарова народ и слава Украине! На связи Эксперавид и я продолжаю играть в игры от украинских разработчиков. И сегодня на очереди очень достаточно отличнейшая игра, которая называется Видважна Украина. Поэтому давайте с вас обязательно лайк, не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И лепите свои клевые комментарии, серьезно, потому что сегодня будет просто бомбический выпуск. Ведь мы будем играть за украинского фермера, который доставляет на базу трофейный танк. А мы ему в этом поможем. Но на пути нам будут встречаться всякие враги, но мы их, что? Правильно, деметаллизируем. Поэтому ссылку на игру я оставлю в описании. Обязательно, друзья, скачиваем эту игру, играем в свое наслаждение, поддерживаем нашего производителя. У вас, как и у меня, скоро день рождения и вы не знаете, где заказать торт, тогда я нашел для вас решение. Вам нужно к моей сестре, потому что она приготовит для вас не только вкусный, но и красивый торт. Она выслушает все ваши пожелания по вкусу и тематике, будь то супергеройка, машинки или что-нибудь другое. Ссылку на ее инстаграм я оставлю в описании. Миссия. Небеспечная дорога. Остерегайся мин. Тап не поливи струне экрану. Щоп стрибати. Все понятно, все заразумело. Мы будем ехать и сейчас прыгать на мины. Нам главное на них просто не попасть. Кстати, я видел, что дальше у нас будет на башне еще какой-то предмет. Нет, ну, скорее всего, это какая-то пушка, наверное, для того, чтобы уничтожать либо мины, либо, возможно, будут бегать орки, которых мы тоже должны будем убивать. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. Кстати, тут есть еще двойной прыжок. Это, наверное, для того, если вдруг, ну, слишком много будет мин, и нам нужно будет как-то их преодолеть. Ну, две мины, в принципе, это нам вообще не помеха. Опа, на, осторожно. Вот тут прям... Все, мы прошли, да? Ребят, первый уровень пройдет. Ну, он всегда будет прост. Первый уровень всегда простый. Пока вы играете на півострове, знову Бавомна. Украина переможе. И это действительно так. Миссия Мінне поле. Пройди небезпечную дорогу до конца. Тапни поливи в стороне экрана, чтобы стрибать. Ну, это мы уже понимали. До речи, а мы должны сами, может, как-то купить эту оружие? Або нам игра сама ей даст, когда нужно будет. Надо будет обязательно это проверить. Попался, блин. Беда. Ну, ничего страшного, ребят. Жизнь у нас, в принципе, еще навалом. Ага, жизнь, жизнь. Обязательно. Блин, надо было раньше прыгнуть. Слишком близко жизнь была к Мине. То есть, знаете, тут такой, типа, вариант. Или потрать, блин. Так, надо поосторож... О, 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 я тапаю. Ты че? Не, это не прекращай. Вот это вот мне сейчас выделываться. Все, наконец-то. Хоть одну жизнь забрал, блин. Друзья, но вы не забывайте писать мне в камин... О, вот, вот, вот. Да, забираем, забираем. А как стрелять? Наверное, тоже как-то нажимать будем. Пока выиграли в Украину, прибыла новая партия дальнобийной арты. Перемога близко. Миссия. Злі пташки. Демилитаризируйте 20 ворожих дронів. А, все, тапни по лівій стороне экрана, щоб стрибати. По правій постріл. О, ой-ой-ой, а как? То есть мне надо было еще припрыжку, типа стрелять. Все, я понял. Сразу немножко не раздуплился. Так, ну теперь стало гораздо сложнее. И даже интереснее, потому что я настолько стал каким-то сфокусированным. Не-не-не, ребят, дроны надо сбивать. Дроны надо сбивать. Это тракторное ПВО. Оно не промахивается. Так, ну здесь надо хотя бы жизнь взять. Блин, которую я, кстати, и потерял. Кстати, а как часто я могу стрелять? О, так я вообще тут могу... Я думал, что я по одному выстрелу только могу пускать. А оказывается, нет, ребят. То есть я терял жизни только из-за того, что я просто... Почему-то думал, что я могу только по одному выстрелу пускать. Чё, блин, пипец. Дуреха. Не-не-не, ни один дрон теперь не пролетит. Так, жизнь я взял. И прыгнул. Слушайте, можно стрелять просто на опережение, и дроны будут просто сбиваться, и всё. Знал бы, реально раньше бы так сделал, сколько я 2 или 3 жизни так потерял, да? Миссия «Атака дронев», где милитаризирует 30 ворожьих дронев. Доброе. Мы спустим все дроны на землю, ребят, абсолютно все. И всё. Давайте побольше дронов, побольше. Я их сейчас по-быренькому собью сразу, набью, как полагается. Друзья, ну а вы не забывайте поддерживать нашего разработчика, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, скачивайте эту игру и играйте в своё наслаждение. Так, а мы 13 дронов уже сбили. Блин, на мину нарвался, на две мины нарвался. Кстати, идея реально классная для разработчиков. Почему бы им не сделать типа суперприём? То есть, чтобы была какая-то кнопка, ну вот помимо оружия там, да, в качестве прикола даже, чтобы это было. Ведь это реальный случай, чтобы мы могли вызвать. Например, вот едем и видим там очень много мин, да? И мы понимаем, что нам будет или сложно перепрыгнуть, или что-то в этом роде, чтобы мы вызывали суперспособность. Вызывали чувака, который руками убирает мину на обочину. И это не просто даже, это реалити. Ведь у нас такое было. Я думаю, это достаточно классная и символическая идея для игры. Блин, ну тут сложно было бы, конечно, жизнь подобрать. И матрица. Пока вы играете, химарсы працюють. Украина переможе. Миссия «Смажені бляшанки». Демилитаризируйте колонну из 30 ворожих танків. Ого, будут танки ехать. Ой-ой-ой, а мы ж их не боимся. А, мне в них врезаться нельзя. Всё, я понял, усёк. Всё, нету мин, но есть танки. По сути, мне просто стоит стрелять на опережение и прыгать. Правда, я не всегда успеваю прыгнуть. Блин, почему? А, я не понимаю, кнопки одновременно типа не работают, да? Так, жизнь взял, жизнь важнее. В принципе, тут можно по одному разу стрелять. Но у меня очень мало жизней. Но потихонечку собираем обратно. Главное, не спешить. А то у меня есть такая манечка. Но жизнь моя. Реально, игра хороша для того, чтобы убить время и поиграть в своё наслаждение. Всё, 30 танков есть. Пока выиграла, черговый танк орки в горячей познаёмся и с джавелином. Миссия. Тотальная демилитаризация. Демилитаризует и колонну из 45-х ворожьих танков. No problem. Кстати, интересно, эти танки умеют стрелять? Или я просто настолько быстро их гашу, что они не успевают ничего мне сделать? Мне кажется, скорее всего, не успевают. А хотя, может, они не умеют стрелять. А чему стрелять, ребят? Ну, старьё, старьё едет. Слушайте, напишите мне в комментарии, за сколько засеките время, за сколько вам удалось пройти эту игру. Можете даже жизни посчитать. Кстати, надо будет узнать у разработчиков, будет ли у них, ну, обновление в этой игре. Или игра уже, в принципе, готова. А мы, кстати, уже достигли своей цели. И нам не понадобилось для этого никаких трёх дней. Пятнадцать минут. Так у нас ещё и жизни дофига остаётся. Можно даже рисковать. Всё, ещё пять танков, и этот уровень пройден. Кстати, наверное, в следующем уровне будут и танки, наверное, и мины, и, наверное, дроны. Я так подозреваю. А, всё, мы прибыли в ангар, то есть мы выполнили свою задачу, мы прошли игру, скорее всего. О, ребята, это джавелин. Пока вы играете, химарси працюют. Миссия, ты не пройдёшь. Плах меняется очень тоже символически. То есть разработчики молодцы. Очень много деталей, знаете, которые, ну, приятные. Ну, как приятные. Понятное дело, что такое? А, всё, мы прошли. Короче, ребят, достаточно интересная, весёлая, детализированная игра, скажем так, по некоторым моментам, да? И, ну, я советую. Поэтому давайте обязательно поддержим нашего разработчика. Переходим обязательно по ссылке в описании. Обязательно скачиваем эту игру и пишем крутые отзывы. И ставим пять звёзд, потому что, как по мне, эта игра этого реально заслуживает. А ещё, ребят, обязательно переходим по ссылке в описании на инстаграм моей сестры. Она приготовит для вас очень крутой торт на абсолютно любой праздник. И он будет не просто вкусный, он ещё будет на любую тематику, которую вы захотите, чтобы она приготовила. Будь то супергеройка, будь то он медвежонок, машинки или что-то ещё. Поэтому всё вы найдёте по ссылке в описании, как и на мой инстаграм. И всё абсолютно другое. Поэтому давайте с вас обязательно лайк. Подписываемся на мой канал, кто ещё до сих пор не подписан. Лепите свои клёвые комментарии. Слава Украине! Слава ЗСУ! Мы переможем!